Здравствуйте! В эфире «Квадратные метры» в студии Елена Шеломенцева. Смотрите сегодня. Когда начнется строительство современной взлетной полосы в Благовещенском аэропорту? С какой целью в Преамуре открыт Центр государственной кадастровой оценки? Почему ипотека в ближайшие десятилетия может потерять свою популярность? И как ОНФ предлагает улучшить жилищные условия россиян? Строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска начнется в следующем году. Масштабная реконструкция обойдется в 4,5 миллиарда рублей и позволит областной столице принимать почти все типы воздушных судов без ограничения по взлетной массе. Строительство новой взлетки будет вестись параллельно существующей и не отразится на работе аэропорта. Ее протяженность составит 3000 метров. Это на 200 метров длине действующей. Ширина с укрепленными обочинами – 55 метров. После ввода современной полосы в эксплуатацию существующая будет выполнять роль технологического проезда для аварийно-спасательных работ. Оценят по-новому. В Прямуре заработал Центр государственной кадастровой оценки. Учреждение создано по инициативе губернатора и призвано проводить более качественную оценку недвижимости. Сейчас, согласно данным Министерства имущественных отношений региона, 89% от общего количества объектов с назначением для осуществления предпринимательской деятельности могут быть посчитаны некорректно, так как имеют неполные характеристики. Также 65% зданий, используемых для ведения бизнеса, не привязаны к земельным участкам. Открытие нового центра даст возможность проводить оценку более качественно, оперативно решать возникающие вопросы и сделает проведение процедур прозрачными. Хочу обратить внимание, что кадастровая оценка в таком формате еще не проводилась. Авторы методики изменили подход к процедуре оценки, значительно расширили количество применяемых при расчете стоимости ценообразующих факторов. Определили однозначно необходимый к установлению набор количественных и качественных факторов в отношении объектов недвижимости. В ОНФ придумали, как улучшить жилищные условия россиян. Активисты Общероссийского народного фронта выступили с предложением внедрить систему господдержки граждан на основе индивидуальных накоплений. Это сделает покупку жилья более доступной. Авторы инициативы предлагают поощрять участников программы премии за обязательные ежемесячные взносы в накопительный фонд. Согласно разработанной общественниками схеме, в течение 3-6 лет необходимо регулярно перечислять деньги на банковский вклад под 1-2% годовых. Размер взноса должен быть не ниже 3 тысяч рублей. В качестве ответного опоширения из регионального бюджета участникам программы будут каждый месяц выплачивать премию в размере 30% от суммы ежемесячного взноса. Снятие денег или досрочное закрытие вклада приведут к исключению из программы. Для тех же, кто выдержит все условия, предусмотрено снижение ипотечной ставки до 6-7% годовых. В ближайшее время это предложение направят в Минстрой. В 2027 году ипотека станет менее популярной. Количество жилищных кредитов сократится более чем на 17%. Таким выводом пришло Бюро кредитных историй «Эквифакс». Эксперты связывают ипотечный кризис демографической ямы 90-х годов. Пишут РИА Новости. Аналитики полагают, что доля заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет в следующие 10 лет будет сокращаться быстрыми темпами. Именно люди средних лет являются основными потребителями ипотеки и других видов кредита. Число таких клиентов упадет на 43%. Кроме того, существенно снизится и доля кредитных клиентов в возрасте 55-64 лет приблизительно на 19%. Рост может показать только возрастная группа от 65 до 74 лет, прогнозируют эксперты. Минстрой России пересмотрел среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья в сторону повышения. Для Амурской области норматив на второй квартал 2018 года составил 45 418 рублей. Это выше, чем в среднем по стране. Приказ министерства опубликован российской газетой. Как пишет издание, звание самого дорогого региона сохранила Москва. Один квадратный метр недвижимости в которой стоит 91 670 рублей. На втором месте Санкт-Петербург, где цена квадрата выросла до 67 тысяч рублей. Это почти на 4 тысячи больше, чем в предыдущем квартале. Также в тройку литеров с самыми высокими ценами вошла Сахалинская область со стоимостью квадратного метра 62 951 рубль. Здесь цена подросла на 3,5 тысячи. Самые низкие официальные цены на жилье установлены в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Менее 28,5 тысяч рублей. Напомню, средняя рыночная стоимость квадрата жилья применяется для расчета размера социальной выплаты гражданам. Которым субсидии на приобретение жилья предоставляются за счет средств федерального бюджета. Установленные Минстроем цены отличаются от реальных рыночных. До 2% за три месяца в Преамуре выросли цены на квартиры. Рост отмечается как на первичном, так и на вторичном рынках. По данным Амурстата, средняя цена квадратного метра в новостройках по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 1,1% и превысила 53 тысячи рублей. Вторичное жилье подорожало менее чем на 1%. Средняя цена за квадрат составила 51 тысячу 254 рубля. Фонд капремонта ответит на вопросы амурчан в режиме онлайн. Ведомство создает сетевую образовательную площадку для собственников помещения в многоквартирных домах. Дистанционные семинары будут проходить в прямом эфире в социальной сети «Одноклассники». Дискуссии приглашаются и представители управляющих компаний. Всего с начала года в фонд капитального ремонта Амурской области поступило более 3,5 тысяч обращений от жителей области. Чаще всего амурчане просят разъяснить, в какие сроки и в каком порядке будет проходить капремонт в многоквартирном доме, какие работы будут проводиться, во сколько это обойдется, порядок начисления, взносов и их уплаты. Учитывая актуальность и востребованность информации, ведомство приняло решение проводить консультации в интернете. Основная тема будущих занятий – организация и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. В частности, порядок и способы формирования региональной программы, виды работ, входящих в капитальный ремонт, порядок их проведения и другие. Семинары будут проводиться один раз в месяц в прямом эфире. Маленьким амурчанам предлагают нарисовать дом будущего. Конкурс рисунков стартует 15 мая. В нем могут принять участие дети в возрасте от 8 до 14 лет. Конкурс проводится в честь пятилетия образования фонда капремонтов в Преамурье. Работы принимаются до 15 июля по адресу город Благовещенск, Амурская, 85, 3 этаж. Рисунки должны быть оформлены на бумаге, без рамок и дополнительных украшений. Техника исполнения может быть любой, кроме мелков и угля. Приветствуется сопровождающая надпись, раскрывающая идею рисунка. Результаты конкурса озвучат не позднее 30 июля. Победители получат ценные призы и подарки. Неординарные решения в интерьере. Топ самых необычных квартир в мире опубликовал сайт интересных фактов Billion News. Собственников данных апартаментов не смутили ни ограниченное пространство, ни неудобная форма комнат. Они смогли сделать свое маленькое жилище максимально привлекательным и комфортным. Открывает список стеклянная спальня в Италии. Оборудована в центре небольшой вытянутой квартиры. Крошечное помещение отделяют стеклянные перегородки. В центре на невысоком деревянном пьедестале стоит кровать. Скрыться от посторонних глаз позволяют вертикальные жалюзи, предусмотренные на прозрачных стенах. Эта необычная комната расположена в бывшем полицейском управлении Нью-Йорка. Старое административное здание около 30 лет назад было отдано под жилье. Сейчас в нем 55 роскошных апартаментов. Самой оригинальной по праву считается круглая комната, расположенная под куполом строения. Строенная спальня в парижской винтажной квартире выглядит не менее оригинально. Французские дизайнеры превратили малогабаритное холостяцкое жилище в современную квартиру со встроенной спальней. Благодаря полым ступеням, ведущим к ложу, здесь добавилось место для хранения различных домашних мелочей. Ящик для сна оборудовал иранский дизайнер в своей московской квартире. Мужчина приобрел небольшую квартиру-студию в столице России для себя и своей супруги. Чтобы сделать жилье максимально просторным и светлым, был спроектирован ящик для сна, расположенный под потолком. Свободное пространство оборудовали для хранения вещей. Эта квартира – еще один пример того, как можно максимально использовать пространство. Благодаря мультифункциональной конструкции, разработанной в калифорнийской дизайнерской студии, в крошечных апартаментах есть спальня, столовая, кабинет, место для гостей и даже вместительный шкаф. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно в социальных сетях, на страничке Амурского областного. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова